Добрый день! Принимая решение о покупке дачи или приезде за город, мы представляем себе картину, как просыпаемся под пение птиц, с чашечкой кофе или чая выходим на веранду и любуемся своим садом. Желание убежать от городской суеты и быть поближе к природе, вот она мечта городского жителя, уставшего от жизни в мегаполисе. И вряд ли в своих мечтах вы видите себя ведущими неустанную борьбу с сорняками и всевозможными вредителями или с капризами природы. Поэтому мы так охотно пополняем ряды сторонников природного и органического земледелия, до конца не разобравшись суть вопроса, но поддавшись красивому лозунгу «сад и огород без хлопот». Слова продавцов растения о том, что растение неприхотливое и не капризно, мы понимаем буквально и в лучшем случае поливаем один раз после посадки. Я хочу внести ясность в термин «неприхотливый сад» и «неприхотливое растение». Если вы хотите сад, который не потребует от вас никакого ухода, то можно участок закатать в асфальт, покрасить его в зеленый цвет и из фанеры сделать березки, елочки и даже бонсай. Вот такой сад не капризен и неприхотлив. От вас потребуется лишь раз в 3-4 года обновить краску. В понятие «некапризное» и «неприхотливое» не вкладывается полное отсутствие ухода. Говоря о растении, мы имеем в виду, что растение зима и морозоустойчиво, что вам не потребуется ежегодно выкапывать его и заносить в подвал, или строить сложные многоэтажные конструкции для защиты от нашей зимы. Имеется в виду, что агротехника достаточно проста и не нужно как минимум 5-7 подкормок за сезон. В любом случае, какое бы растение ни было, первые несколько лет жизни оно нуждается в вашей помощи и требует к себе повышенного внимания. Правила достаточно просты. Главным вашим советчиком в садоводстве должна стать не всезнающая соседка Мария Ивановна, и не интернет, и даже не передача выходного дня на телевидение, а здравый смысл. Именно он, ваш помощник и учитель. Именно благодаря ему вы сможете определить для себя необходимость и правильность окружающих ваш советчиков и благожелателей. Любому растению нужна почва, соответствующая его предпочтению. Если речь идет о вересковых, то почва кислая. Если речь идет о сирене, то ближе к нейтральной, либо слабощелочной. Всем необходим солнечный свет. Мы можем растение посадить в полутени или тени, но лишить его полностью солнечного света мы не можем. Иначе наши подвалы были бы похожи на сказочные оранжереи. Следующее. Вода. Помните знаменитый лозунг? Солнце, воздух и вода наши лучшие друзья. Так вот, это истина не только для нас с вами, но и для всего живого. И растения не являются исключением. После посадки мы поливаем растения обязательно, даже если идет дождь или вы сажаете осенью после первого мороза. Поливаем. У нас с вами не тропики. И наши с вами дожди, дай бог, смочили верхние 5 сантиметров. А осень часто бывает сухой, даже несмотря на дождливое лето. О необходимости полива забывают не только начинающие садоводы, но иногда и люди, для которых работа с растениями стала профессия. Весной, когда снег растаял, когда вы сняли укрытие, первым вашим действием должен стать полив растений. Поздней осенью мы также не забываем поливать. Выпал первый снег, он обязательно растает. И после этого, как правило, две недели оттепеля. Дальше наступит холода и земля промерзнет. Но за эти две недели в почве влаги почти не останется. Идем дальше. Воздух. То, что растение дышит, мы с вами знаем. Но постоянно забываем, что дышит не только надземная часть, листья и кора, но и корни. Да-да, корни дышат. Поэтому везде пишут воздухопроницаемый грунт. Поэтому рыхление один из основных агротехнических приемов. И мы опять же с вами об этом забываем. Я уже не говорю про питание. Мы или кормим все подряд без разбору, или вообще держим растения на голодном пайке. А потом удивляемся, почему кустарники не цветут, а хвойные весной стоят рыжие. Давайте теперь несколько слов о неокапризном саде в целом. Пропалывать, поливать, обрабатывать от болезней и вредителей, корнить, обрезать и стричь вам все равно придется. Увы, от этого никуда не деться. Можно во многом облегчить этот процесс, сделать его менее трудозатратным. Но избежать его не удастся. Несколько слов о том, какие мероприятия можно использовать для того, чтобы облегчить уход за садом? Первое, это мульчирование. Мульча частично снимет вопрос про полки и полива. Частично, но не полностью. Поливать и пропалывать все равно придется. Просто в меньших объемах. Второе, это можно уменьшить площадь газона до минимума. Газон это та вещь, что отнимает у вас много времени и сил. Третье, не планируйте пруды и водные сооружения, если не готовы за ними ухаживать. Четвертое, можно максимально сократить цветники. Они, конечно, нужны. Но если вы хотите по минимуму заниматься садом, то 1-2 цветника более чем достаточно. Далее, не делайте посадки маленьких растений в газон. Не делайте вообще посадки растений в газон, если речь идет о каких-то стелющихся хвойных или кустарников. Подумайте, как вы будете их обкашивать. Советов вообще может быть много. Просто соизмеряйте свои финансовые и физические возможности. Мы постараемся в своих сюжетах осветить все приемы и необходимые операции, которые позволят вам сделать вашу жизнь легче и приятней. А пока можете посмотреть сюжет о поливе и амульчировании. Ссылки на эти ролики будут внизу в описании под видео. На этом все. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые сюжеты. Ставьте лайки, если это видео было вам полезным. До новых встреч! Удачи!